Братья Кирилл и Мефодий были авторами первой славянской азбуки. Они проповедовали славянам основы письменности и культуры в конце IX века. День памяти равноапостольных святых традиционно отмечается 24 мая. Но праздничные мероприятия, как правило, длятся дольше – почти всю неделю. В парке «Алые паруса» творческие коллективы «Центра Радуга» и культурно-досугового «Центра Левобережья» показали гостям парка, как раньше отмечались праздники на Руси. А у нас розночка дубовенькая, а у нас станет чернобровенькая. Ой-ли, ой-лю-ляшеньки, а у нас станет чернобровенькая. Ой-ли, ой-лю-ляшеньки, а у нас станет чернобровенькая. Народные традиции просто необходимо придавать. Если мы не знаем истории, то мы исчезнем как личности, как народ. Это становится с каждым днем все интереснее и интереснее, потому что желающих становится все больше и больше. Наш культурно-досуговый центр, он один из самых маленьких культурно-досуговых центров, как база, но самое большое по количеству коллективов, которые у нас располагаются на нашей базе, много детских коллективов, много взрослых коллективов для старшего поколения, допустим, хор ветеранов, к примеру, или ансамбль русской песни, ансамбль казачьей песни. То есть мы стараемся популяризовать именно наше народное творчество на весь пласт нашего населения, нашего района. Русская песня считается уникальным самобытным памятником культуры. Она обладает высокой духовной направленностью. Каждая русская песня вмещает природное богатство русской земли, традиции нашего быта и вероисповедания. Танцы для Руси были чем-то особенным. Без них не обходился ни один праздник. Для пляски мужчин характерны удаль, широта души, юмор. Женские танцы плавные, величавые, слегка кокетливые. Я думаю, что еще народные песни знают все. Они трогают до глубины души своим, даже текстом, вообще мелодии. Мне кажется, это еще и из семьи идет. Ну и вообще народное пение считается, как по мне, более сложнее, чем все-таки эстрадное, потому что тут все-таки многоголосие, ансамбль. Меня повела бабушка. Я походила, и мне понравилось, мне стало интересно. Ну и потом я начала все больше и больше ходить. И уже потом мы с коллективом занимали более, ну, большие места, там, гран-при, первые места. Русские традиции передаются из поколения в поколение. Если они не сохраняются в семьях, то о них помнят в творческих мастерских или музыкальных и хореографических коллективах. Ребята выступают, как настоящие профессионалы. Во время их представления как будто оживает прошлое, и зрители попадают на несколько веков назад. Вот и по спорте потом, что машины времени не существует. Она есть только для тех, кто помнит историю своего народа и сохраняет ее для других. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал.